Ребята, ну а сейчас я хочу вам показать немного Ленинского района. Проедемся мы на микрорайон Широкий. Покажу вам его окрестностей. Сейчас мы на Площади Свободы. На фабрике игрушек свернули направо и немного зацепим мы центральные улицы и немного я покажу вам район. Разметки здесь даже и не видно. Хотя на Петровке она есть. С чем это связано неизвестно. По правую сторону раньше здесь продавали строительные материалы. А сейчас некоторые предприятия, точки торговые позакрывались. Кто-то открывается, кто-то закрывается. У кого-то идет торговля. У кого-то нет. Там уже дело каждого. Заниматься продажей или нет. Так, внешнее состояние Ленинского района, я считаю, нормальное. Вот недавно по правую сторону поставили новые поребрики. Видно, что они высокие. И вот, кстати, с правой стороны ямы вырыты под них. Но еще не поменяли уже. Сам бетон, конструкция самих поребриков уже полопалась. Вот, кстати, здесь также рынок. Люди продают. Назовем его так. Кто что может продает. Там всякие безделушки, антикварные вещи. Ну и здесь сама база. Здесь, кстати, люди многие делают покупки на этих базах. Дешевле покупать товар. Ну, кто там, к примеру, закупает очень много курицы, берут там по 10 килограмм, забивают в морозилке. Там цена, к примеру, курица у нас по 119 рублей, если мне не изменяет память. То там курица может достигать до 90-95 рублей за килограмм. Но, опять же, это мороженая курица. Привозят ее фурами. Вот. И потом уже со временем развозят по магазинам. И там уже мы покупаем это все дело. Я думаю, вам интересно будет также посмотреть Ленинский район. Потом мы прокатимся в район Бассе. Покажу вам его окрестности. Вот. А вот здесь, ребятки, разметка есть. Переходы вот оранжевой такой штучкой начали делать раньше. Не так были они заметны. Ну, а сейчас, когда вечером едешь, свет попадает на них и заметно становится лучше. Ну, и по центру разделительная полоса. Там тоже некоторые клумбы РОС присутствуют. Ну, мы сейчас развернемся и прокатимся мы по центральной улице в сторону Бассе. Хотя можно было свернуть на улицу Одесскую и поехать по ней по 37 маршруту. Но мы поедем по центральной. Кстати, вот торговый центр мост у нас, скорее всего, что закрылся. Да, уже ворота закрыты. Видимо, не пошла торговля. Хотя торговый центр Галактика работает. Надо будет, кстати, на него тоже со временем обзор сделать. Ну, там, в принципе, продают все. Строительные товары. Автомобильные принадлежности. Колеса. Матрасы. Всякие безделушки. Фарфоры. Сервизы. Бытовую технику. Ну, то есть, там весь спектр. Товара вы можете там купить. У меня на канале по поводу Ленинского района не будет. Но мы так, опять же, ребята, проедемся по центральным улицам. Я думаю, вам все равно приятно будет посмотреть на его внешнее состояние. Может быть, кто-то смотрит сейчас, кто сейчас здесь находится. Я думаю, ему тоже интересно будет. Я в свое время, когда смотрел YouTube-каналы, мне было интересно смотреть все, что происходит в моем городе. Поэтому решил завести себе канал, рассказывать о жизни. Будем рассказывать, опять же, повторюсь, только о позитиве. Негатива у нас и так хватает. Поэтому нужно как-то делить это все дело. Если постоянно о негативе думать, то и крыша может так поехать. Ну, а мы будем надеяться верить в лучшее. Жизнь у нас идет. Как ни крути, все меняется с каждым днем. Будем вас радовать новыми выпусками и сериями по поводу Донецка. Со временем буду также снимать влоги. Буду путешествовать. Еще не знаю, может быть, куда-то поеду на каникулы свои отдохнуть. Но я думаю, я вам все это, ребятки, покажу. Канал у нас только начал развиваться. Просмотры идут колоссальные. Поэтому спасибо вам еще раз за поддержку. Ну, а мы уже доезжаем до улицы Куприна. И поворачиваем мы направо. Прокатимся мы ближе к ДК. И там я немного вам также покажу окрестности. То есть, как я и обещал, мои выпуски смотрите в плейлистах. Плейлист под названием Донецк. Там очень много уже роликов накопилось по поводу моего города. Ну, и вам будет интересно, я думаю, пролистать, посмотреть. В описании к ролику я пишу, где я езжу. Так что, если, к примеру, вы хотите что-то найти, связанное с вашим районом, то в описании вы заходите и смотрите, что у меня там на обзоре сегодня. После того, как сделаю обзоры на город, будем уже делить контент, развиваться. Донецкую аудиторию, я думаю, я уже себя на канал привлек. Ну, со временем она только растет. Опять же, Украина, Россия, Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, с Азии нам пишут, Америка, Европа. Вот, кстати, недавно писали мне с Венгрии. Женщина уехала в 89-м году с Донецка и написала мне, что чисто случайно ввела город и попала ко мне на канал. Слова благодарности писала мне, что мне приятно было посмотреть город, он изменился. Хотя места, в которых она была, рассказывала там, где училась, где выросла, куда ходила, Практически, говорит, не поменялись, только внешний вид преобразился города. Вот. Ну вот мы уже проехали практически до центра. Бассе. Кстати, друзья, обязательно пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на моем канале. Ну а сейчас, друзья, мы посмотрим. Повернем налево, проедем стадион Олимпик. Ну вот так выглядит Ленинский район. Газон вот два человека подстригают. Трава растет просто неимоверными темпами. Толадние дожди прошли и все. А сейчас опять начинается жара. Он сейчас 27 градусов показывает. В тени. Кстати, рынок Соловки на выходных. Там просто аншлаг. Там многие приезжают, продают животных, продают рыбок. Также много приезжают людей из села. Продают свою продукцию. То есть там, кому интересно, можете приезжать сюда. И особенно в субботу. Там людей просто тьма. Люди у нас в основном делают покупки на базарах, на рынках. Супермаркеты они не сильно полюбляют. Да и там цены на порядок. Порядок это где-то рублей 10-15 на некоторые позиции товара выше. Поэтому как-то так. Редактор субтитров А.Семкин